Замученный жарою, я выбился из сил, окошечко в маршрутке немного приоткрыл, тут бабки набежали, закрыли и следят, походу вся маршрутка сегодня едет в ад, эй! Приключения мини-годзилы Ой, чёрт, что это такое? Это две палки убийцы! А-а-а! Воу, я шикарен! Нифига, годзилла в кляре, это ещё что за деликатес? Это что за покемон? Не знаю, что это за животное, но точно знаю, что оно может обучить меня какому-то боевому искусству. Это мастер-сенсей-обезьян. Чему тебя научит глупая обезьяна? Учись у меня! С дороги, щенки, перед вами величайший мастер-кусь! Милая, ты где? Что-то случилось? Еду в пробке, надеюсь, скоро буду дома. Насколько длинная пробка? Без понятия, я первая еду. Когда ты уже знаешь, каким аргументом уничтожить оппонента, но ждёшь, пока он наговорит побольше бреда и ещё сильнее опозорится. Силиконовый намордник, отзывы. Силиконовый намордник в виде клюва утки для собак. Зачем? Ааа, вот зачем, для чухуахуа. Ну да, им подходит. Так вот, зачем на отдых брать с собой мужчину? Отдохнули, пацаны, называется. Шкафель. От создателей шлакоблокуня, походу. Девушки после того, как потратили месячную зарплату на заботу о коже лица. Пацаны, когда вытирают лицо тем же полотенцем, что и жомпу. Кик на том или ином глазу, это поворотник, который показывает, в какую сторону у вас сворачивает кукуху. Так и знал. Не знаю, что за предмет, но ученики явно прилежные. Кто пишет, изучают схемы закапывания косточек в условиях городской и сельской среды. Может, поиграем завтра в приставку? Ты про эту? Что с ней? Братан, я женился. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов. Поехали. Норм припарковалась? Да, спасибо, обожаю желтую парковку, всегда свободно. Какую желтую парковку? Хе-хе, боже. Так вот она какая, гитара для гаражного рока. Это Ваганыч сделал? У него же была веслопата, а это, наверное, канистра тара. Электроканистра, я не знаю. Подруга. Так, всего по одному бокалу и спать. Мы в 3 часа ночи. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Когда стоишь в длинной очереди, и человек перед вами внезапно начинает уходить. Так, а ты за кем был? Чехол для Nokia 3110 был создан для защиты пола от падения телефона. Ну да, сколько людей такими телефонами плитку на полу побили. Я в 2019. Я в 2020. Я сейчас. Мама. Выключите свои американские мультики, всю психику себе испортишь. Что включала мама. Ну да, советские мультики не сильно отличаются там. Ими тоже можно спокойно психику испортить. Для кого-то может прозвучать очевидно, но опыт работы совсем не говорит о том, что вы получите от специалиста желаемый результат. Человек, который 20 лет делает кривую фигню, профессионально, чётко и в срок сделает вам кривую фигню. Да ладно, я уже 20 лет так делаю. Ну да, они ещё и обычно говорят, не надо меня учить, я и сам всё знаю, у меня опыт 20 лет. Те, кто ржекают с текстовых мемов, всегда будут управлять теми, кто ржекает с видеомемов. Кто пишет люди, смеющиеся с анекдотов. Нарезанный хлеб придумали в 1928 году. Сэндвичи до 1928. Работает в качестве камеры видеонаблюдения в магазине по продаже сумок и кошельков в Индии. Кто пишет плюсы, автономен, не требует подключения к сети, мало жрёт, минусы сложно сбросить на флешку запись. Помню, как моя бабка боролась с соседскими курами, которые ходили по её огороду. Ночью разложила на грядках 20 яиц, а утром на глазах у соседей забрала. Гениально. Один из моих любимых кинофактов всех времён о том, что создатели фильма «Нечто», в первые же минусы спойлерят сюжет норвежцам. Перед смертью норвежский полярник на своём языке предупреждает американцев, что пришелец принял форму собаки, а те не понимают и начинается замес. Норвежцы на премьере «Нечто». Ля ты чёрт. Утка-рандаш. Уже хочется ту стадию отношений, чтобы вместе выходить из Ашана со словами «Блин, вроде ничего не купили, пять тысяч отдали». Кто пишет «Как это ничего? Смотри, какие тебе труханы нахватили». Хорошие, хлопковые. Во сколько лет вы узнали, как правильно вставлять трубочку в пакетик сока? Кто пишет «В сейчас лет? Да ну чё с это какой-то? Правильно трубочку вставляют как слева». И не надо меня учить. У меня опыт 20 лет. Глажка одежды – роковое изобретение, впустую унёсшее миллиарды часов. Когда-то безумный человек Соклэйр сказал «Гладко, круто, мятое, отстой, давайте тратить на это время». И человечество повелось. Серьёзно, если бы тебе не сказали, что так надо, ты бы пошёл гладить? Интересный вопрос. Ну, не знаю, глаженная одежда намного приятнее, симпатичнее. Ютубер набирает тысячу подписчиков. Raid Shadow Legends. Так, Raid Shadow Legends, где вы? Почему вы мне ещё не написали? Как сохранить прежний уровень жизни после инфляции? Японцы увидев этот мем. Моей собаке предстоит операция. Врачи поддерживают её как могут. Звучит логично? Как они вообще их ставят? Кто пишет, практически уверен, что они сначала их устанавливают, а потом уже создают вокруг океан. Мне кажется, это имеет больше всего смысла. Если бы водить имели право только женщины. Да ладно, чё вы вот это придумываете? Есть женщины, которые нормально водят. Но их мало, да. Когда в компании заходит разговор о мультиках двухтысячных, из-за которых ты вставал на час раньше, чтобы посмотреть их перед школой. Я в этом шарю. О, я сегодня утром смотрел Том и Джерри по телевизору. Такая ностальгия. Шёл по улице и увидел этот арт. Я прослезился. Кавабанга! Просто закинь туда пиццу и проходи дальше. Это просто выбешивает. Ммм, а что это ещё? Тебе просто гнилая малинка попалась, забей. Выброси и ешь остальную. Ну и как теперь это развидеть? Я чуть не получил сердечный приступ от этой трубы. Выглядело так, словно у меня под землёй живёт обезьяна из Король Лев. Кто пишет, сейчас он высунет наружу Симбу. Если вы знали меня до 20 лет, вы на самом деле меня не знали. Вы знали меня из первого сезона. Нам не хватало бюджета и у сценаристов были большие проблемы. Фраза «это было недавно» с языка 30-летних переводится как «это было 11 лет назад». Я видел, как рождались и гасли звёзды, как царство возносились и исчезали без следа. 11 лет назад это было как вчера, а вот недавно, это уже в 2007 году. Либо у меня паранойя, либо они что-то замышляют. Кто пишет то, что у тебя паранойя, ещё не значит, что они ничего не замышляют. Принтер для марок допускает ошибку. Коллекционеры марок. Это я, Лёха, всё зашло слишком далеко. Помоги мне выбраться из собаки, которая заперта в доске. Когда на экзамене препод задаёт вопрос, а ты перебираешь в башке возможные варианты ответов. Му-га-в-хрю-ква. Учитель, не бойтесь задавать вопросы, даже если они кажутся вам глупыми. Ученик задаёт вопрос. Учитель. О, посмотрите-ка на этого идиота, единственный отличился. Ждали нашего рейса, а тут чувак вытащил своего чемодана лего сурка в реальный рост. Может это его дорожный сурок, он его возит с собой, разбирает, собирает. Такое у него уж увлечение, шо поделать. Это должен увидеть твой учитель. Х-Y равно... Не знаю, пусть ноль будет. До терапии. Я ненавижу людей. После терапии. Меня абсолютно не волнует то, что я ненавижу людей. Приемлемо. Самый главный секрет шашлыка, не советовать в чем мариновать, не вертеть шашлык, когда его жарит профи, не предлагать ему выпить, не отвлекать разговорами и вообще не бесить своим хождением вокруг мангала. Кто-то. Назови самое великое архитектурное сооружение человечества, которое не дожило до наших дней. И я. Да ты чё? Блиииин! Когда ты вспоминаешь, что твое будущее зависит от тебя. Интересный факт. Куда бы вы не поставили укол мыши, он всегда будет внутримышечным. Пара-пара-пам. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Не забывайте переходить по ссылочке в описании и регистрироваться на нашем сайте memosk.ru, ну а также присылать свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал на паблик memosk вконтакте и читайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир!». Книга в жанре фантастика, про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»